Спортывная плясовка с антимодальными тренажерами у ОВЦа будуется в рамках проекта, который организуется по программе развития Организации обеденных наций. Ее кошка 27 тысяч долларов. Официальная плясовка будет сдадена на эксплуатацию простый день, но местовые школьники занимаются тут уже сейчас. Для образного управления по спорту и туризму, эта плясовка – первый за все приклад успехового притягнения инвестиций. Необходность экономии бюджетных сроков не означает отмого от развития материально-технической базы, при том, что такие приклады на гумышлении не один. В этом же Ветковском районе с допомогой инвестиций навык филиал специализованный дитяча юнацкой школы Олимпийского резерва открыли. Еще совсем недавно этот будинок не просто не выкрыстовывался. Его стан был таким, что уявлял реальную небезпеку для жахаров вёске. Для наведывания этот объект на выездной коллегии областного управления спорту и туризму заплановали не выпадково. Это приклад одночасового притягнения позабюджетных сроков и поспехового выкрыстания майомости, якая ранее не приносила никакой користи. Еще один приклад для переймания с опыта школы развитие платных послуг, что так само-то помогает отновлять материальную базу. Не бюджетом мы зарабатываем деньги только на тренажерном зале. Но сейчас у нас одно вношество появилось. Опять же, благодаря управлению спорту и туризму мы открываем наш фитнес-зал. Уже потихонечку наши женщины, наши девушки начинают ходить, все это уже пробуют на себе. О областном управлении спорту и туризму означают, что при наявности сучасной спортивной базы можно оказать и в развитии спортивного туризма. Особливо, коли установы Галины будут працевать у кооперации с санаториями и базами отпочинку. Минавито тут принимают амать полову туристов, яке наведуюсь Гомельскую область. Аздоровленческий и медицинский туризм сегодня наибольшь популярны. Другая полова, так званые транзитные туристы, т.е. бизнесмены и паломники, яке знаходятся в Беларуси проездом. На жаль, сегодня развитие туризма у регионе у значной ступени. Стримливые недоходы месту для якостных отпочинку, т.е. коммунальные гостиницы часто не отповедаются навык минимальным потребованиям. Ситуацию выратовывают головным членам Агрося Дибы, 50% за яких премиум-класса. Эту проблему придется выражать в любом выпадке. Замеченные туристы все больше активно начинают открывать для себя Беларусь, и это шанс необходимо выкрасывать в количестве для региона. Наш показатель по 9 месяцам мы ожидаем в районе 111-115% к уровню прошлого года. Это при плане 103,6% довольно-таки неплохой результат. И здесь приятно отметить практически все регионы с этой программой и с этой задачей справляются.